Синдиан-Уйгурский автономный район на пике популярности у туристов. Чтобы удовлетворить требования путешественников, железнодорожное управление и авиакомпании добавили новые транспортные линии. О том, чем же так привлекает Суар, выяснили наши корреспонденты. Плюс 12 новых маршрутов. Именно столько добавили в свои расписания авиакомпании Суар. Задача охватить самые популярные туристические районы. Горячим этот сезон называют и сотрудники железных дорог. Чтобы справиться с потоком, к лету подготовлено 84 поезда, что значительно превышает количество поездов зимой. Объем повседневных перевозок железнодорожного бюро Урумчи уже превысил 11 миллионов пассажиров. От 30 до 40 процентов пассажиров – это туристы. И перспективы в этом бизнесе оптимичные. Синьцзян славится множеством природных достопримечательностей и культурных памятников. Воздух чистый, местные жители гостеприимные, гостиницы удобные. Великий шелковый путь – продукт транснациональный, поэтому сотрудничество со странами вдоль него – один из приоритетов туристического бизнеса Синьцзяна. Обратить внимание на возможности региона позволяют международные турниры. Не так давно наездники из восьми стран шелкового пути приняли участие в соревнованиях по конному спорту. За подобными проектами стоит не только обмен культурными связями, но и повышение коммерческой привлекательности Китая. Туризм по шелковому пути привлекает к себе растущее внимание. Подобные мероприятия, несомненно, содействуют туристическому сотрудничеству наших стран. А пока власти Синьцзян-Уйгурского автономного района разрабатывают три маршрута по великому шелковому пути на автомобиле. Карты проведут по территории России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Монголии. Таким образом, достопримечательности из списка всемирного наследия ЮНЕСКО станут еще доступнее, ведь многие из них расположены именно на новых дорогах.